Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем разбирать книгу English Parasal Verbs in Use И нас интересует 12-й юнит Это предлог in и все, что с ним связано Я решила, что я почитаю сначала вот этот диалог Он очень насыщенный И чего здесь только нет И кроме того, это бизнес English Такой разговорный бизнес English, скажем так Ну и кроме того, здесь полно фразовых глаголов с in Сейчас мы увидим, как он употребляется вообще Итак, здесь мы притормозим Думаю, нам следует начать Одна из наших коллег из Манчестера задерживается Но я попросил Дэвида проводить ее сюда Вот оно Когда она прибудет Поэтому она присоединится к нам позже, я надеюсь Итак, первый фразовый глагол, который мы здесь видим Это Проводить кого-то в комнату В помещение, вовнутрь В данном случае это комната Но в принципе можно в дом провести Если мы на улице находимся И так далее, и тому подобное И едем дальше А теперь первый пункт, имеется в виду нашего разговора Это программный продукт Music Match Который мне хочется думать Или мне нравится об этом думать Помог нам открыть новую эру в музыкальной индустрии Или в производстве музыки, скажем так Итак, что мы имеем здесь Ну, если абстрагироваться от всех остальных слов First item можно было сказать first point или еще чего-нибудь такое Но item звучит гораздо красивее Software suit это программное обеспечение А дальше вот это Нас в основном интересуют фразовые глаголы с in Usher in И как правило дальше я выпишу еще a new era Ибо оно связано Открыть новую эру Или открыть дверь в новую эру Можно даже так Что это за ашер такое? Если посмотреть отдельно слово ашер Ашер это глагол, который происходит от существительного Ашер привратник Страж То есть тот, который стоит у двери И открывает дверь только нужным людям И поэтому очень логично, что Открывает дверь в новую эру Или там еще куда-нибудь Едем дальше It's been bringing in new profits And we've certainly been able to cash in On the recent crash of one of our major rivals As we all know But with an economic recession setting in now We may want to rethink our pricing So that it fits in better With the rest of our branch We also need to factor in the loss of major clients We lost the pubmaster contract this year Он приносит нам Имеется в виду программное обеспечение Оно приносит нам хорошие доходы Bring in Приносить У bring in несколько значений Но это одно из них Если дословно вносить Когда речь идет о доходах Оно приносит нам хорошие доходы И мы, конечно же, смогли заработать На недавнем крахе Одного из наших главных конкурентов Как мы все знаем Но поскольку начинается новая экономическая рецессия Мы, возможно, захотим пересмотреть Нашу ценовую политику таким образом Чтобы этот, опять же, программный продукт It Лучше вписывался в остальные В остальную линейку нашей продукции По цене имеется в виду Мы также должны учитывать Потерю нашего главного клиента Мы потеряли контракт с попмастером В этом году У нас появилось cash in On Если дословно Cash это Мы все знаем, что это деньги Здесь речь не обязательно идет о наличных деньгах Здесь cash по большому счету Синоним слова money Но здесь это не просто money Здесь это глагол Поэтому здесь именно cash То есть приобретать деньги Поэтому обогатиться на чем-то Или поиметь выгоду финансовую Ну и в данном случае обогатились на том Что рухнул главный их конкурент Далее у нас Set in Recession Economic recession Setting in Set in это наступать Поскольку речь идет о рецессии Она наступает Начинается В принципе это begin Можно было бы сказать begin И далее everything пересмотреть Pricing И далее так чтобы It Здесь может касаться Pricing Но ценовая политика не вообще А ценовая политика Именно касательно вот этого вот Программного продукта Так чтобы это ценовая политика Или цена по большому счету Fits in Better Fits in Вписываться В общую картину Или в общий сегмент Скажем так Здесь недаром дальше стоит with Там еще better Но better могло не стоять Вписаться во что-то Поэтому fit in И дальше with Далее factor in Это учесть Можно сказать bear in mind Можно сказать consider По-другому говоря Едем дальше Can I come in here Garrett Team and I Are already looking at this And we'll have something to report next week Basically we hope to build in An automatic upgrade system So that customers will find it easier To stay with us Team's looking at the cost I said I'd pitch in So that we can get in moving faster Могу ли я здесь вмешаться Могу ли я тебя здесь перебить Garrett Team и я уже работаем над этим И мы кое о чем отчитаемся Или кое-что представим На следующей неделе В общем мы надеемся Встроить систему Автоматического апгрейда Или обновления системы Так чтобы клиентам было легче Оставаться с нами Team сейчас изучает стоимость Я сказала Что я буду помогать Или посильно буду помогать Так чтобы мы могли продвигаться быстрее Итак что у нас здесь У нас come in Но come in звучит немножко необычно Мы все привыкли Что come in Это обязательно войти куда-то Физически там В комнату войти И все такое Но здесь come in Это как бы вмешаться Встрять Если угодно Могу ли я вмешаться В разговор Все время был монолог А теперь Хилари Начинает его перебивать И вмешиваться Далее build in Встроить От build in Кстати очень популярен Frazzle adjective Так называемый Он пишется вот так Build Defice In Встроенный Встроенная фича какая-нибудь Или там Программа имеет встроенный Ценовой калькулятор Или что-нибудь такое Далее Здесь мы надеемся Встроить автоматическую Систему обновления Далее pitch in Pitch in Это спортивный термин Это обычно Включаться в игру По ходу игры По ходу игры точнее Здесь это помогать То есть по большому счету Это help Но помогать Возможно не так Уже с большой отдачей Помогать по мере возможностей Вот так вот Едем дальше Окей, ну хорошо Возможно с этим можно завершать Но я бы все-таки Хотел сказать Помните Что нам нужна Гибкость Мы не хотим Сами себя Ограничивать Нашей Собственной Системой Или нашими Собственными Системами Мы еще К этому вернемся Итак Здесь по большому счету Ничего конкретного нет И нас в основном Интересует Вот это Boxed in Здесь кстати Boxed in Имеет четверку Здесь сноска Restricted Вот это супер Хорошо сказано Быть ограниченным Здесь у нас пассив Или ограничивать себя Или загонять себя в рамки Еще так можно даже говорить Далее Sorry to cut in Garrett Mary Peckham is here Извини, что прерываю Garrett Mary Peckham здесь Cut in Прерывать Врезаться По большому счету Это тоже самое Coming То есть если дословно Врезаться куда-то Ah, good Our colleague from Manchester Has arrived Hello, Mary You are very welcome Can you squash in There somewhere Sorry, the room is a bit small Mary Peckham, everyone Some of you know her already Right I suggest we move To reader's presentation I believe you are going To use the projector reader Вот и хорошо Наша коллега из Манчестера Прибыла Привет, Mary Добро пожаловать Можешь ли ты втиснуться Вот там где-нибудь Здесь у нас звучит Squash in Втиснуться Примоститься Далее Комната Немножко маловато Познакомьтесь все Это Mary Peckham Некоторые из вас Уже ее знают Хорошо Я предлагаю Перейти К презентации Риты Я думаю Ты будешь использовать Проектор Рита Да, можно ли закрыть жалюзи? Спасибо 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 Ааааааааааа боже мой Они все равно пропускают Слишком много света Здесь у нас Let В данном случае это свет, но в принципе это может быть все что угодно. Пустить кого-то куда-то вовнутрь. Ничего страшного, я все равно начну. Я бы хотела использовать эту презентацию как введение в нашу общую дискуссию о нашем будущем. Очень частое выражение, особенно в учебных курсах, вводная часть. Вот вступление. Вот такой вот текст. Ничего вроде особенного здесь нет. Здесь очень много общих фраз, никого ни к чему не обязывающих, но тем не менее мы видим, какое количество здесь фразовых глаголов. И здесь можно просто забавы ради пройтись и посмотреть, можем ли мы подобрать синонимы к каждому глаголу. Здесь некоторые имеют сноски, поэтому можно просто заглянуть в эти сноски, но некоторые этих сносок не имеют. Вот допустим, show somebody in, провести кого-то куда-то. Что здесь можно поставить? Можно поставить опять же let in. Это тоже правильно будет, это почти синонимы. А можно сказать take in. Это тоже будет правильно, то есть провести кого-то куда-то. Дальше. Usher a new era. Это довольно высокопарно звучит. Поэтому можно сказать проще start a new era, почему бы и нет, тогда у нас пропадает фразовый глагол. А можно сказать open a new era, тоже будет верно. Далее, bring in, приносить, приносить доходы имеется в виду. Можно так говорить, можно просто сказать profit, это тоже правильно. И тогда нам придется убрать bringing in good profits и можно сказать we have been profiting. Вот таким вот образом. Далее, cash in, on. Здесь можно было бы сказать benefit, то есть материально обогатиться. On у нас сохранится при этом. Set in, наступать. Можно было сказать start. Это тоже будет правильно. Да, это немножко примитивно, но тем не менее это правильно. В принципе, begin можно тоже поставить. Arrive можно поставить, поскольку речь идет о рецессии. Feed in with. Вписываться. Вот это, наверное, тот случай, когда fit in стоит идеально. Здесь, вот именно fit in. Здесь даже сложно придумать, чтобы такое сюда поставить вместо него. Factor in. Учесть. Можно сказать consider. Можно сказать bear in mind. Можно сказать remember в конце концов. Come in. Вмешаться. Можно сказать intervene. Я сейчас не уверена, правильно ли я его написала, но можно еще сказать interrupt. Тоже как вариант. Building. Встроить. Это тот случай, когда по-другому просто нельзя. Pitch in. Помогать. Можно сказать help. И это тоже будет правильно. Да, не совсем точно, но в принципе верно. Box in. Ограничивать. Здесь у нас стоит слово restricted. Четвертая сноска. Поэтому restrict. Restrict ничем не хуже. Далее. Lead in. Здесь, обратите внимание, стоит дефис. То есть это не совсем фразовый глагол. Здесь еще и э перед ним стоит. Это phrasal noun так называемый. Поэтому здесь будет уместно слово intro. Или introduction. Можно еще сказать слово starter. Это тоже верно. Squash in. Втиснуться тоже можно, но можно просто find place. Или find a seat. Найти место сидеть. Let somebody in. Это то же самое, что было первое у нас. Cut in. Это interrupt. Можно и так сказать. А можно тоже intervene поставить. И тоже будет верно. Вот такие вот фразовые глаголы. То есть мораль такова, что очень у многих фразовых глаголов есть синонимы. Либо другие фразовые глаголы, либо нормальные слова. Да, это не всегда так, но очень часто это именно так. Единственный случай, где действительно очень трудно заменять фразовые глаголы на нормальные слова, это когда либо у нас терминология начинается, либо у нас какой-то жаргон. Вот тогда, конечно, выхода нет. Тогда приходится ставить то, что есть, как говорится. Итак, если у вас нет книги Advanced Fragal Verbs in Use, ссылка на скриншот этой страницы будет в описании видео, равно как и ссылка на продолжение, ибо я буду делать упражнения по этому юниту. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...